Добрый вечер! В эфире программа «После новостей». Я Ольга Тепляшина. Уж сколько раз твердили миру. Не открывайте дверь незнакомцам, не доверяйте тем незнакомым людям, которые звонят вам по телефону и высказывают какую-то серьезную информацию, перепроверяйте ее. И тем не менее, растет и множество число обманутых телефонами, мошенниками. Иногда суммы, которые они получают со своих жертв, достигают каких-то астрономических. Сегодня поговорим о том, как этого избежать и как вообще изменились их схемы. Сегодня в нашей студии Наталья Андидатова, начальник отдела по общеуголовным преступлениям Главным управлением ВД России по Красноярскому краю. Добрый вечер! Здравствуйте, Ольга! Вы знаете, сегодня у нас был в новостях сюжет про то, как мы все видели, молодой парень, абсолютно грамотный, и даже он смог поверить. То есть они стали такие образованные мошенники, психологически подкованные? Вовсе даже нет. Наверное, когда начинают разговор, каждому человеку, каждому собеседнику, они просто находят свой подход. Но есть несколько каких-то моментов, которые они используют при общении с любым человеком. Будь то по голосу пожилой человек, они же слышат, с кем примерно общаются, будь то молодой человек. У них есть несколько, ну, исходя из нашей практики, мы можем сделать уже вывод о том, что у них есть несколько способов приемов. Для этого, например, они, если они представляются сотрудниками банка какого-либо, да, они используют профессиональные слова. То же самое происходит, если они представляются сотрудниками прокуратуры, следственного комитета. Профессиональные вот эти словесные конструкции даже, я бы сказала. Совершенно верно. И причем, чем больше их вплетают в речь, тем больше человек полагает, что он общается действительно с профессионалом, с человеком своего дела. И, соответственно, быстрая речь, невозможность сосредоточиться на чем-то одном, большое количество каких-то сленговых слов, да, и человек уже полагает, что он действительно общается с каким-то профессионалом и вполне верит, что это сотрудник банка, юрист и так далее. Ну и тем более, вот в сегодняшнем случае был какой-то момент самозомбирования, они заставляли его повторять какие-то формулировки, зачитывать документ, который они ему прислали, о том, что его обвиняют в госизмене, а это страшно звучит. И, ну, в какой-то момент звонков стало гораздо меньше с февраля этого года, да? А сейчас какая статистика? Вызобновились они? В принципе, да, сейчас все равно несколько увеличивается количество звонков, но, что не может не радовать, увеличивается и число людей, которые осознают, что они общаются с мошенниками и все-таки отказываются от беседы с ними. Ведь самое интересное, что у нас сейчас, в принципе, не только сейчас, но и в начале года, и в прошлом году были люди, которые сейчас говорят, мы видели по телевизору, мы слышали по радио, мы в автобусе слышали объявление о том, что не нужно разговаривать с мошенниками. Но я подумал, подумала, что в этой ситуации это как раз все серьезно. А что их цепляет? Цепляет нагнетание обстановки. Мошенники слегка нагнетают, и они делают акцент на то, что я тот, кто может вам помочь, я вас сейчас спасу, вы можете потерять деньги. Или, ну, старая самая ситуация, да, вы выиграли приз. И если вы сейчас, вот в течение двух минут не приняете, ваш приз уйдет другому человеку. Люди боятся потерять. Люди хотят выиграть что-то. Потерять еще не имея, замечу. Не имея, совершенно верно. И они боятся потерять то, что имеют. Если им говорят, что на вас взяли, оформили кредит, они понимают, что сейчас произойдет что-то другое, и они потеряют эти деньги. Соответственно, каждого цепляют на свой крючок, скажем. Один не зацепится, скажем, но другой обязательно сработает за другим. А как выглядит вообще стандартная схема обмана, вот сейчас, современная? К сожалению, они по-прежнему... Они не меняются, да? Самое распространенное, наверное, это, вот, к сожалению, опять с курьерами, ваш внук, сын попал в ДТП, да, и вы можете заплатить денежку мне, сотруднику полиции, для того, чтобы я помог и освободил вашего сына, родственника другого от уголовной ответственности. Это на сегодняшний день самое распространенное. Но что огорчает? Ведь у нас есть как люди, кто платит эти деньги, к счастью, есть сейчас много людей, кто не платит, понимают, что это действительно развод, грубо говоря. Есть люди, кто берется за эту работу. И они у нас сейчас находятся в следственном изоляторе, содержатся. И они говорят, что мы думали, что это все законно, мы устраиваемся работать курьером. Ну, деньги, заработок. А это человек, которого используют, по сути, в темную, да? Конечно, курьером. То есть ему поступает заказ из точки А в точку Б, как что-то там забрать. Но, опять же, уважаемые граждане, пожалуйста, обратите внимание, ведь нанимая вас курьером, они вам не дают продукты для того, чтобы донести какую-то в квартиру, допустим, или утюг перенести из магазина до квартиры, как это было бы нормально. А когда тебе, как курьеру, предлагают забрать деньги у бабушки, дедушки, которые открывают вам дверь совершенно в потрясенном состоянии, эмоционально нестабильном, и говорят, пожалуйста, вот только вот это вот, больше нет. Ну, а кто поверит тогда этому курьеру, что он просто совершенно случайно устроился на работу, думая, что он будет переносить учебу. А там какие-то для этих курьеров более привлекательные условия, чем вообще на рынке? Почему они на это идут? Там процент от суммы платится. Сколько они перенесут, грубо говоря, столько и заплатят. Их статус в возможном уголовном деле какой, как квалифицируется вообще? В настоящее время у нас такие курьеры привлекаются к уголовной ответственности. То есть подозреваемые, соответственно, соучастники, да, совершенно верно, привлекаются к ответственности, но отвечают по всей сумме причиненного ущерба. В настоящее время они, либо еще кто-то при установлении следующей цепочки, да, они же не сами действуют, они же действуют по цепочке. Вот. Не всегда у нас удается установить самого главного организатора, поскольку они в большей степени находятся за пределами Российской Федерации. Но мы принимаем к этому меры, какую-то часть цепочки мы устанавливаем. Как часто их вычисляют и задерживают? То есть возмездие, как часто их настигает? Здесь все зависит от того, насколько быстро человек осознал и обратился все-таки в правоохранительные органы. Время, деньги в данной ситуации напрямую, да. Поскольку чем быстрее обратятся люди в полицию и сообщат о том, что они сейчас отдали деньги, тем больше у нас возможностей посмотреть видеокамеры, посмотреть какие-то пути отхода, скажем так. А вот смотрите, а если еще не отдали деньги, то есть фактически самого преступления не было, но покушение на него было, это может расцениваться как покушение, вот этот звонок и попытка? Конечно, здесь много имеет, большую роль играют какие-то юридические, конечно, тонкости, но в любом случае, если вам позвонили, если вам сообщили уже, что у вас родственник попал в ДТП, обязательно нужно позвонить, обратиться в отделение полиции, в любое, в принципе, да. И тогда будут приняты меры, и этот человек, который выступает в роли курьера, он все равно будет задержан. И это тоже хорошо, потому что он может быть привлечен как за покушение на совершение преступления, так и может дать показания относительно того, кто вовлек его в преступную схему. Но я знаю, что уже есть те, кто сел. Да, конечно. А вот они что интересно рассказывают? Как они выбирают вот этих жертв? Мы все случайно туда попадаем, вот просто каким-то списком, или как-то они подбирают, выбирают? Видите, у нас жертв подбирают не они, а люди, которые звонят откуда-то из колл-центров с определенных других стран, да. А те звонят подряд, просто из 10 звонков один попадется удачным. А как распознать, что вот ложный звонок? Ну, нужно соблюдать закон, да. Как бы это ни странно сейчас от меня прозвучало. Ну, что это не сотрудник банка, не сотрудник ФСБ, вот сейчас, да, в гузызмене, ничего себе, все испугались. Смотрите, вот те же бабушки и дедушки, которые, или там вполне себе работоспособного возраста люди, когда им предлагают, по сути, дать взятку сотруднику полиции, чтобы родственник освобожден был от уголовной ответственности, это должно уже насторожить. Нет такого вида освобождения от уголовной ответственности, и нужно это понимать. Дальше, сотрудник банка. Сотрудник банка, служба безопасности, если вы хотя бы один раз в жизни сталкивались с сотрудниками банка, да, служба безопасности никогда не звонит и не предупреждает о том, что сейчас с вашего счета могут быть списаны деньги. Они этого просто не видят в тот момент. Поэтому все вот эти предложения, давайте мы, как сотрудники службы безопасности банка, сейчас вам поможем и переведем ваши деньги на безопасный счет, или вот возьмите кредит, или давайте мы с вами разоблачим целую преступную группу. Это все должно вам сразу дать понять о том, что вы общаетесь с мошенниками. Я знаю, что многие банки вообще пишут своим клиентам, и это есть в личном кабинете в мобильном банке, что можно туда сообщать информацию о вот таких звонках с номером. Ну, есть вероятность, что где-то кто-то успеет и их пресекут. Сейчас банки действительно очень большую такую профилактическую кампанию развернули. Действительно, входишь в кабинет, и там говорят осторожно, мошенники и так далее. Но проблема в чем, что люди, может быть, не всегда внимательны, не всегда открывают эти сообщения, вкладки смотрят и знакомятся. Еще хочу обратить внимание, что если вам позвонили с номера телефона, и там, например, человек, кто представляется, что он сейчас самый главный по раскрытию группы мошенников, и он сейчас вот все над этим работает, и он говорит, вы посмотрите, ведь этот номер телефона, с которого я звоню, например, принадлежит прокуратуре, или, например, ФСБ, ГУ, Главного управления МВД России по Краснодарскому краю. Такие случаи были, естественно. И человек смотрит параллельно на другом телефоне, компьютере, что действительно этот номер, есть такой номер в Главном управлении МВД России по краю. Но как проверить, что вам звонят действительно оттуда, а не подменный номер, который используют мошенники? Вам нужно сбросить этот звонок и либо с этого, либо с другого телефона не перезвонить, не ответить на этот звонок, а просто набрать циферки. И когда вы позвоните, вам ответит действительно сотрудник, который в 99%... То есть не на повтор нажать, а именно набрать вручную. Циферками нажать, да. И тогда вам сотрудник, действительно работающий, ответит, что он вам не звонил и не предлагал стать участником операции. Каждый раз задаюсь этим вопросом, но а почему люди верят в какие-то самые невероятные сценарии? Вот недавняя история из Норильска потрясла сильно, потому что она была связана не с телефонным мошенничеством, а с интернетом. Но тоже все уперлось в деньги, конечно. Это была история знакомства и любви в интернете, где американская военная или, ну, в общем, из какой-то страны, да, военная, вышедшая уже на пенсию, там мужчина, еще совершенно не старый, но уже, как говорится, с опытом жизненным, но поверил в то, что, значит, эта женщина хочет приехать жить к нему в Норильск, и ей оставили наследство, там, сколько-то, ну, в общем, сотни тысяч долларов или миллионы, я сейчас сумму не помню, и она их отправляет почтой России, ну, якобы, а ему нужно оплатить эту посылку, ну, в общем, и человек заплатит. Это вообще как? Ольга, все это было бы здорово, знаете, вот, ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. К сожалению, это была история бы, вот, просто человек верит в чудо, но проблема в чем? Буквально полгода назад, до этой ситуации, да, у нас были задержаны граждане Нигерии, которых ждала здесь тоже у нас жительница Красноярска, и она ждала себе только мужа из-за рубежа. А они настоящие граждане, да, были? Граждане Нигерии действительно настоящие, они когда-то приехали в Москву и задержались, поскольку появился вот такой вот интересный способ заработать. И она ждала, у нас здесь Красноярска ждала голливудского актера, и еще пять женщин по Российской Федерации ждали голливудского актера, очевидно, одного и того же. Ну и там тоже около пяти-шести миллионов было перечислено. Мы установили этих людей в Москве задержали. Не, ну то, что женщины, мужчины, верим, мы таких очень много историй знаем. У нас мужчины тоже романтики. Ну вот когда мужчина еще в какую-то вообще фантастическую историю с почтой России, там, военной женщиной. Мужчины и чужды романтики. Самая лучшая профилактика, вот у нас заканчивается уже программа, подобных преступлений. Какая по статистике? Самая лучшая профилактика. Общайтесь с родственниками. Всегда нужен взгляд со стороны. Родственниками позвоните к каким-то знакомым. В конце концов позвоните в полицию и спросите, есть ли вероятность того, что в отношении вас действуют мошенники, или это все законно и так далее. Чем больше вы привлечете к этой ситуации людей, а мошенники вам, как правило, не дают возможности трезво взглянуть со стороны. Вам нужен взгляд со стороны. Общайтесь с кем-нибудь, и вы поймете в этой ситуации, сами сможете взглянуть на эту ситуацию со стороны, и вы поймете, что, скорее всего, вас обманывают. Ну и не торопитесь отдавать свои деньги куда-либо. Расстратить их легко, заработать очень сложно. Ну что ж, спасибо большое. Напомню зрителям Наталье Андидатов, начальник отдела по общеуголовным преступлениям Главного управления МВД России по Красноярскому краю. Сегодня была гостья и программа «После новостей». Мы говорили о телефонных интернет-мошенниках. В общем, будьте осторожны и лучше не связывайтесь лишний раз с незнакомыми людьми. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин